Гутен так, майнереспектирунг, унтерюгенты. Он говорит на польском. Походу бы байклятый пшек. Чего, блять? Сегодня ваш штандартенфюр докажет вам в очередной раз, что немецкая фэнтези самая лучшая фэнтези в мире. Вот что я сказал бы, если это было видео про Арканию. Но, увы, это всё ещё Готика 2, которая всего лишь является немецкой гринделкой в сеттинге киберпанка. Апу, бы на тебя въебал, блять. Ну да ладно. После того, как Грег вырезал местное бандитское логово, а безымянный насадил на меч Декстера, мы продолжаем наше замечательное приключение. Ты заслужил это, подонок. Этот парень был из тех... Ай, блядь! Моя сука! Приятно играть в культовые игры. Направляемся обратно в Хоринис, чтобы поведать Ватросу о наших успехах. А ещё я додумался прочитать письмо Декстера до того, как отдал его магу воды. Роза, я люблю этого released. Рассказываем, что Ворон держит людей в удаленной части Хориниса, и ловим от ватрушки респект. Спасибо, что ты есть. Чтобы дальше продвинуться по квесту Магов воды, мне необходимо наконец-то вступить хоть в какую-нибудь партию. А то уже четвертую серию данных видеороликов я не могу продвинуться дальше первой главы. Мы должны пить по-русски. Какое у нас первое русское пиво? Старый Евнух! Но прежде чем двигаться дальше по сюжету, для начала заглянем в гильдию воров, а потом уже будем решать, кто мы. Мальчик или девочка? В гильдии меня научили пользоваться отмычкой, и найдя первый же попавшийся сундук, я незамедлительно решаю использовать свои новые навыки. Послушай, ты что, пытаешься так пошутить? Ты набиваешь карманы нашим золотом? Ты что, пытаешься красть у нас? Теперь наши товарищи смотрят на меня не как на брата по воровскому делу, а как на недоношенного дебила. Кстати, неподалеку от жилища воришек я нашел сундук с луком боспера и украденным серебром. Эти ценные вещи могут оказаться полезными в моем прохождении. Поэтому я вернул их законным владельцам. Мой лук! Где ты нашел его? В темной дыре, полный крыс. Потому что я порядочный, благородный, а еще начал верить в бога, и теперь периодически ношу ему пожертвования в виде денег. Но хей, я занимаюсь подобным не потому, что это правильно, а потому что наш Косипоша плод деревенского инцеста, который до 20 лет питался исключительно грудным молоком своего отца. В такой ситуации остается только верить. Так, а что у нас дальше по плану? С одной стороны, мудрые маги точеные, с другой, безбожные наемники драченые. Изначально у меня было желание пойти в лагерь наемников, но боясь получить знатных люлей от рикетирования, я решил наведаться к магам огня, а заодно подкачаться. Находим их в монастыре и диву даемся его размерам. It's so fucking большой. Почти как любой государственный университет в нашей стране. С задним исключением, что знания, полученные в этом фэнтезийном ПТУ, сделают тебя таким. А знания из российского университета сделают тебя таким. В четырем прибавить два, по слогам читать слова. На входе нас ожидает один из послушников магов огня. Добро пожаловать в монастырь Инноса, чужеземец. Я брат Педро. Педро. Что нужно сделать, чтобы меня приняли в монастырь? Если ты хочешь быть принятым в братство Инноса, ты должен знать и выполнять правила монастыря. Также каждый новичок должен принести дар Инносу, овцу и тысячу золотых. В этот момент Безымянный познал великую мудрость. Быть магом престижно, но сварщиком дешевле. Также нам говорят, что при уплате взноса мы уже не сможем отказаться от решения стать слугой Инноса. Это означает, что лагерь наемников и его побочки станут нам недоступны. Поэтому желательно сначала пообщаться с наемными булдыгами, а потом уже делать какие-либо выводы. К слову, я решил отказаться от идеи вступления в ополчение Хориниса. Просто я слышал, что все паладины являются педофилами в стрёмных доспехах. А я не люблю стрёмные доспехи. Местные пейзажи прекрасны, хоть и представляют огромную опасность для нас. Однако, чем больше мы вырезаем местную биоту, тем сильнее мы становимся. И таким макаром нам желательно убить в этой игре всех. И падальщиков, и тараканов, и мух, и людей, и мужчин, и юных мужчин. Но одними убийствами сыт не будешь. Нам нужны деньги. Нам нужен лут. Нам нужен... Пидор! Нам нужен... Шелет! В поисках разнообразных сокровищ я наткнулся на древнее строение времен правления древнепшека Рюрика. На вершине этого сооружения мы находим пару табличек и сундук с ценным мечом, который я смогу использовать через 150 лет в лучшем случае. А еще, судя по названию, его использовали татары-монголы при захвате мордовских княжеств. С такой высоты видны местные руины, которые в теории могут содержать спрятанные сокровища. Но мое чутье подсказывает, что мне не нужно тут задерживаться. Хотя вполне возможно, это всего лишь паранойя. Необоснованная. И немного надуманная паранойя. Похоже, я сделал все, что мог. Теперь можно отправляться в лагерь наемников. И посмотреть, смогу ли я за себя постоять и не ударить в грязь лицом. Около дома Эрола снова натыкаемся на Бастера, которого вы, скорее всего, не помните. Спрашиваем его насчет вступления, но этот заносчивый петуч не особо верит нашей силы. Я не помню, чтобы таких трусов, как ты, когда-либо принимали в наемники. Чтобы показать ему всю мощь Косипоши, мы вызываем его на дуэль и... проигрываем. Но со второго раза... В первый я был просто не готов. Мы наказываем за Щекана, после чего он немедленно меняет свое мнение и говорит, что в случае чего проголосует за нас при вступлении в правый сектор. Если Ли спросит, я проголосую за тебя. Воу, если битьем тут можно завести хорошие отношения с этими ребятами, то я очень надеюсь, что среди них будут дети. Около лагеря я подмечаю Сентензу, и чтобы снова не оказаться в его нежных руках, предпринимаю гениальный план. Мы возьмем и просто оббежим его. Хех, это было легко. Минутку, приятель. Я не видел, чтобы Сентеза обыскивал тебя. Сентеза! Иди сюда! Окольными путями я все же захожу в лагерь наемников и прошу аудиенцию у нашего старого знакомого Ли. Что ты делаешь здесь? Я думал, ты мертв. Сюрприз, сука! Он немного шокирован, что ГГ жив, цел, орел, козел, и поэтому спрашивает, что привело нас к нему. Мне крайне необходимо поговорить с паладинами в городе. Ты не мог бы помочь мне добраться до них? Какие у тебя могут быть дела с паладинами? Это долгая история. У меня есть время. Рассказываем историю про Ксардоса, паладинов и глаз Инноса, а также просим помощи в нашем деле. Наемник соглашается помочь, но... Только если мы вступим в его отряд бравых Даймонд Докс. И пока есть такая возможность, он нам вкратце рассказывает о своих планах. Я делаю все возможное, чтобы мы все смогли убраться с этого острова. Ли является бывшим генералом короля Робара и обладает солидными способностями по части ведения войны. Его план взять и отрезать город от большей части ферм, которые обильно поставляли хрючево для паладинов. Тем самым он планирует заморить гарнизон голодом, чтобы вынудить лорда Хагена помиловать Ли с его товарищами. А в дополнение ко всему, выцегонить билет с этого материка. Как вы уже поняли, этот тип устраивает многоходовочки не хуже масонов и иллюминатов. Ладно, это конечно все очень интересно и познавательно, но нам надо узнать подробности насчет вступления в ряды этих замечательных ребят. Я хочу присоединиться к вам. Я надеялся, что ты скажешь это. Нам здесь нужны каждые надежные руки. В этом нам поможет мужик по имени Торлов, который рассказывает, что для вступления надо заработать респект среди потенциальных товарищей и просто побыть полезным. Например, собрать ренту с фермеров, которые отказываются платить. Хороший квист, прямо как в жизни. Неподалеку от пастуха Пепе находим некого Корда, который упражняется со своим мечом. Я хочу стать наемником. Ты больше похож на того, кто был рожден работать на поле, парень. Ты умеешь обращаться с оружием? Итак, как насчет одноручного оружия? Я не так уж плохо в этом. А что насчет двуручного оружия? И скоро я стану еще лучше. Ну, по крайней мере, ты не зеленый новичок. Хорошо, я проголосую за тебя. Незадолго до этого Безымянный узнал от Ли, что Корд является членом Кольца Воды, и мы вполне можем воспользоваться его помощью. Говорят, ты принадлежишь к Кольцу Воды. Что за крыса не смогла удержать на замке свой болтливый рот? Мне сказал Ли. Похоже, что теперь мне придется возиться с тобой, так? Ну, хорошо, что тебе нужно. И хорошо, подумай над тем, что ты мне скажешь. Потому что если мне не понравится то, что я услышу, я с тебя кожу сдеру. Присоци мне кофе. Ха-ха-ха-ха-ха, все понятно. Ладно, я попытаюсь. Что еще? Ты бы мог помочь мне стать наемником. Ну, это не сложно. Он соберет за нас ренту, а мы взамен будем должны найти ему некого Патрика, который отправился в бандитское логово Декстера на переговоры. Сообщаем наемнику, что уже давно перебили там всех, включая Декстера, но ни одного намека на Патрика не обнаружили. Что насчет задания Торлофа? Не беспокойся, я обо всем позаботился. Твое задание выполнено, и ты прошел испытание. Можешь поговорить с Торлофом. Что ж, мы разобрались с работенкой, но нам все еще нужно завоевать респект и уважение. С некоторыми наемниками нет никаких сложностей, так как они наши бывшие знакомые из первой части. Кто-то отдает голос просто так. Я не имею ничего против. Я помню, как ты освободил нашу шахту, убив стражников. Кто-то за символически гостиницей видит десяти косяков травы. Вот несколько косяков для тебя. Но ты наш человек! Ты получишь мой голос! А кто-то просто в слюне обдолбан. Я хочу присоединиться к наемникам. Ты не возражаешь? Мне все равно. Однако есть те, которые просто так за нас голосовать не будут. В таверне находим Джарвиса, с которым заводим светскую беседу. Мужчина рассказывает, что отряд наемников стремительно делится на две фракции. К наемникам Ли присоединились новички во главе с Сильвио. Они рубили орков в соседних землях и были бы не прочь заняться чем-то другим. Однако их не особо радует план генерала Ли, который просто сидит и ждет, когда паладины с голоду начнут жрать друг друга и практиковать капрофилию. Поэтому есть вероятность, что может назреть бунт. Нам нужно отпиздить наемников Сильвио и доказать, за кем стоит андеграунд. Что ж, план, конечно, немного сомнительный ввиду нашей немощности, но делать нечего. Побью кого смогу. А смогу я сейчас побить лишь некого рода. Готов поспорить, что смогу удержать твой меч. Хорошо, давай посмотрим, насколько ты силен. Так, достаточно? Похоже, ты побил меня. Я никак не ожидал от тебя таков. Ты не похож на человека, обладающего такой силой. А теперь отдай мне мое оружие назад. Думаю, что нет. Что это значит? Лучше я подержу его у себя немного. Ну, подожди, ублю. Плохо. Хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? Вот, держи свой меч. Вовремя. Я хочу присоединиться к наемникам. Хорошо, я не держу обиды. Ты умеешь сражаться, и только это имеет значение. Если тебе интересно мое мнение, то я не против. Теперь смело идем к Торлофу, дабы узнать, хватает ли нам голосов для вступления. Против нас только Сильвио, Булка и Рауль, но это нисколько не помешало нам набрать нужное количество. Большинство наемников за тебя, и мы считаем, что ты можешь присоединиться к нам в любое время. Ли рад этому, но прежде чем официально вступить, нам надо обговорить с Анаром наши жалования. Вот он, кстати. Сидит тут и в писюн не дует. Так что насчет моего жалования? Так, посмотрим. Тай мне подумать. 50 золотых монет. Что скажешь? Хорошо. Я тоже так думаю. А теперь пшел вон отсюда. Слушаю и повинуюсь. Возвращаемся к Ли и наконец вступаем в лагерь наемников. Наш генерал дает нам броню и первое задание. Нужно отнести послание лорду Хагену, а заодно по возможности поговорить с ним за драконов и глаз Инноса. Такое задание не следует откладывать, но никто не будет против, если я еще ненадолго задержусь в лагере. На выходе встречаем одного из прихлебал Сильвио Рауля. Только посмотрите на... Чего тебе нужно? Этот говнюк сначала катает непонятные претензии, а в конце вообще говорит, что жопа у нас слаба и мы не сможем принести ему шкуру черного тролля. Пора показать, кто тут батя этой качалки. Я думаю, тебе стоит дать по морде. Что? Это именно то, что тебе сейчас нужно. По-моему, я был с тобой слишком вежлив. Ты показал ему, кто здесь главный. Битва была замечательна и горяча. Наш главный герой наполнился уверенностью в себе и надеждой, что когда-нибудь он окончательно перестанет быть чмом, об которого все вытирают ноги, руки, жопу. Однако на этом нельзя останавливаться. В столовке находим Сильвио, который пытается нас запугать и вообще ведет себя как чсвшная жопа. Дерьмо! Да, действительно думаешь, что я вызову тебя на дуэль? Проваливай туда, откуда ты выполз. Жаль, но на дуэль вызвать его пока нельзя, так как он вполне понимает, что мы можем скукожить его харю. Зато в этой же столовке мы находим булку, которая является правой рукой Сильвио. Нам нужно поговорить, тебе и мне. Что тебе нужно? Я думаю, будет лучше для всех, если твоя физиономия больше не будет маячить на этой ферме, чтобы завтра утром тебя здесь не было. Мы поняли друг друга? Я не собираюсь уходить отсюда. Ах, похоже, нам придется обсудить этот вопрос опять. Багет является достаточно сильным противником и в честной борьбе имеет все шансы сломать нас как вилочку. А потом еще и зачитать нам пару строк из Фауста. Прекрасная черта у старика. Так человечно думать и о черте. Но пусть он заранее не празднует победу, ведь я редкостная мразь, которая имеет при себе пару свитков с магией. Батон побит, а мы в который раз укрепили наше положение в лагере и заодно заработали немного опыта. Но радоваться не стоит, ведь остался еще один тип, от которого у меня идут мурашки по коже. И куда это ты собрался? А какое тебе до этого дело? Ах, значит мне придется объяснить тебе это в... Ух, какое же шикарное чувство, когда накостылял всем тем уродам, что гнобили меня с начала игры. Правда, весьма печалит тот факт, что подобное я могу прочувствовать лишь в игре. Ну, после такого можно и в город к лорду Хагена заглянуть. Эх, жизнь. Природа, солнышко и небо. А я отыгрываю здесь хамло, трепло и говноеда. Теперь, когда мы являемся официальным послом доброй воли, нас спокойно пропускают к лорду Хагену. Я уже слышал о тебе. Лотар докладывал, что ты хочешь поговорить со мной. Ты чужеземец, который требует глаз Иноса. Я лорд Хаген. Паладин короля, воин нашего владыки Иноса и главнокомандующий Хориниса. Я очень занятой человек, поэтому не трать мое время попусту. А теперь скажи, зачем ты здесь? Отдаем ему предложение мира от наемников. Хаген признается, что знает Ли и его заслуги перед королем, а также обстоятельства, из-за которых он попал на исправительные работы в колонию. Паладин считает Ли человеком дело и вполне может оформить помилование, но только ему, потому как остальные наемники убийцы и головорезы или, как мы их называем, сторонники очень сомнительного и рационального жизненного опыта и пути уголовника или сокращенно соси жопу. Хаген просит нас передать Ли его слова и сразу же переходит к волнующей нас теме. Рассказываем ему о надвигающемся пиздеце в виде армии тьмы и драконов, а также, что нам нужен глаз Инноса. Лорд не особо верит в эти байки про армии тьмы. Это что, такая уловка, чтобы я поверил, что мне необходимо заключить союз с наемниками? Почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду? Поэтому он просит нас отправиться в долину родников, найти там экспедицию паладинов и поговорить с неким Гарондом. Если он подтвердит наши слова, Хаген откроет доступ к амулету. Да защитит тебя Иннос! И на этой веселой ноте мы заканчиваем наше видео, дорогие мои. Надеюсь, вам понравился этот ролик, потому что, если нет, то вы дурак, который, попробовав говно, продолжает жрать его до конца. Но не расстраивайтесь, ибо это очень даже в духе нашего канала. Следующее видео выйдет когда-нибудь. Но когда хер его знает? Могу лишь сказать точно, что мы постараемся закончить серию роликов про Готику к Новому году, дабы на праздниках я мог почилить и записать футажи по какой-нибудь ненапряженной игре. По Готике 3, например. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, репосты и прочие милашности, от которых моя стата находится на плаву. Даже при условии, что я уже третий месяц делаю контент только по какой-то немецкой серии игр, имеющей культовый статус. Вы замечательные. На сегодня все, мои дорогие друзья. Пока. Я поговорил с лордом Хагеном. И? Ты не докучал ему своими россказнями о драконах? Нет? Да, я говорил ему. Скажи мне, что это неправда. Он послал меня добыть доказательства. Ну что ж, тогда удачи. Что за безумец? И? Нет?